Схватка за Ермук. Лагерь палестинских беженцев в Сирии стал яблоком раздора. Правительственная армия, ополченцы и исламисты ведут бои. Правозащитники бьют тревогу. Иран грезит о постсанкционном перерождении. Сделка с шестеркой посредников выводит режим Айатолл из международной изоляции. Тегеран уже зазывает инвесторов. Католическая Пасха и православное верное воскресение. Христиане всего мира вспоминают сегодня жизнь, смерть и воскрешение из мертвых Иисуса Христа. Ожесточенные бои в Сирии развернулись вокруг крупного лагеря палестинских беженцев Ермук. Боевики группировки «Исламское государство» захватили большую часть городка, расположенного на окраине Дамаска. Это позволило джихадистам вплотную приблизиться к столице Сирии. В настоящее время они находятся всего в нескольких километрах от города. Пытаются отдать отпор маджахедам не только бойцы правительственной армии, но и отряды палестинских вооруженных формирований. Им удалось отразить несколько атак экстремистов. У нас есть несколько достижений в лагере Ермук. Нам удалось восстановить контроль над одной из улиц лагеря и ее окрестностями. Лагерь палестинских беженцев Ермук уже несколько месяцев находится в осаде экстремистов, что привело к гуманитарной катастрофе. На минувшие недели боевики «Исламского государства» перешли в наступление. В лагере остается до 20 тысяч беженцев, хотя до начала гражданской войны в Сирии их было несколько сот тысяч человек. ООН призывает международное сообщество приложить все усилия для защиты гражданского населения. Согласно последней имеющейся у нас информации, лагерь беженцев находится в очень тяжелом положении. Люди оказались в ловушке из-за постоянных авианалетов и столкновений внутри лагеря. Женщины, дети живут в страхе в любую минуту быть убитыми. Многие из них получили увечья, травмы. Поэтому мы призываем все стороны уважать свои обязательства по соблюдению международного права в части защиты гражданского населения. Ермук стал результатом политической несостоятельности, а она, в свою очередь, результатом разобщенности, в том числе в Совете безопасности. ВВС Саудовской Аравии продолжает бомбардировку столицы Йемена, где власть захватили поддерживаемые Ираном шиитские радикалы. В ночь на воскресенье в Сане были слышны мощные взрывы. Как сообщают арабские СМИ, снаряды падали в районы военных складов колледжа и лагеря Республиканской гвардии, а также около штаба военной полиции и базы инженерных войск. Военная операция «Буря решимости» против повстанцев хуситов продолжается 11 дней. Воздушные удары по позициям шиитских мятежников наносят авиация Саудовской Аравии и других стран арабской коалиции. Ранее в Риаде заявили о намерении продолжить бомбардировки Йемена до полной победы над хуситами и возвращения к власти легитимного президента. Как утверждают в командовании операции, ВВС-коалиции и проправительственным силам уже удалось отбить некоторые стратегические пункты. В частности, вернуть контроль над вторым по величине городом страны – Аданом. Адан находится под контролем правительственных сил, но боевики и их союзники всё ещё остаются в некоторых частях города. Мы предоставляем техническую поддержку войскам, но не принимаем участие в наземной операции, о чём многие сообщают. И даже если бы это было правдой, считаю, что безопасность и секретность операции важнее, чем её анонсирование в СМИ. Авианалёты на Йемен продолжаются, несмотря на призывы России и Международного комитета Красного Креста к перемирию, которая позволила бы доставить в зону боевых действий медикаменты и гуманитарную помощь, а также эвакуировать часть гражданского населения. В заявлении Красного Креста говорится, что улицы Йеменского Адана усеяны мёртвыми телами, а в городские больницы и госпитали идут нескончаемые потоки раненых. Организация в этой связи призывает стороны конфликта объявить 24-часовое перемирие для экстренной доставки медицинской помощи. Москва, в свою очередь, несла в Совбезоон проект резолюции о введении обязательных гуманитарных пауз. Он был рассмотрен на внеочередном заседании Совета безопасности. Инициатива российских дипломатов, впрочем, не нашла поддержки у их арабских коллег. После Саудовской Аравии в ООН Абдалла Аль-Муалами подверг резкой критике предложение Москвы. Он назвал его попыткой торпедировать проект другой резолюции, подготовленной арабскими государствами Персидского залива. Она призывает ввести эмбарго на поставки оружия Хусита. Оба документа могут быть согласованы уже к понедельнику. Российская делегация распространила проект резолюции о введении гуманитарных пауз в Йемене и выразила озабоченность ситуации в стране. Но членам Совета нужно время, чтобы обдумать предложение России. Москва обратилась в Безоон с предложением ввести гуманитарные паузы в боевых действиях после того, как саудовцы задержали на сутки эвакуацию из Йемена российских граждан. Как сообщают СМИ, один из самолетов не был допущен в регион, несмотря на имевшиеся предварительные договоренности. Разрешение на посадку от саудовских военных было получено только спустя несколько часов. В последние дни многие страны мира массово эвакуируют своих граждан из Йемена. Поддерживающих Хуситов Иран в ожидании экономической экспансии. После заключения рамочного соглашения по ядерному досье с шестеркой посредников, власть Исламской республики готова вырваться из международной изоляции. Отмены санкций, наложенных на режим Айатол, еще не произошло, но Тегеран уже вовсю строит планы по привлечению иностранных инвесторов. Одобренный в швейцарской лазанне, план действий удивил своей дотошностью и сбил многих с толку. Эксперты теряются в догадках. Компромисс с Ираном в чем суть? Наивен ли Барак Обама и зачем это надо Владимиру Путину? Ведь снятие санкций из Тегерана повлечет за собой падение цен на нефть. На тему работал Владимир Ланянц. Договор надежды. Так эксперты окрестили принятый в результате напряженных переговоров совместный всеобъемлющий план действий, касающийся ядерной программы Ирана. Он дает шанс на то, что уже летом нынешнего года будет заключено реальное окончательное соглашение. При этом главным для Вашингтона, основного антагониста Тегерана, было затянуть период прорыва, время, за которое Исламская Республика может произвести начинку для одного ядерного боезаряда. Хотя бы до одного года. У МАГАТЭ будет регулярный доступ ко всем ядерным объектам Ирана, Вараке, Фордо и Натанзи. Инспекторы также будут иметь доступ ко всей цепочке поставок Урана от начала до конца. Это обеспечит полный контроль. МАГАТЭ также будет разрешено использовать камеры наблюдения на всех объектах в качестве гарантии прозрачности программы. Этот договор основан не на доверии, а на беспрецедентном механизме проверок. Иран освободится от санкций только при условии полного и бескомпромиссного выполнения своих обязательств. Впрочем, ястребы в США, Израиле и арабских странах не разделяют оптимизма американского президента. На соглашение по иранской ядерной программе лидеры арабского мира смотрят через призму хрупкого равновесия сил на Ближнем Востоке и многочисленных конфликтов в регионе, отмечают наблюдатели. Перспектива того, что с отменой санкций Иран разбогатеет, а благодаря интеграции в международное сообщество окрепнет, вселяет в них страх. Так что Обаме будет нелегко убедить страны Персидского залива в своей правоте. Израиль также бьет тревогу по поводу экспансионизма Ирана на Ближнем Востоке и крайне отрицательно относится к идее соглашения с «шестеркой», утверждая, что в итоге Тегеран только осмелеет. Через несколько лет в рамках этой сделки ограничения по ядерной программе Ирана будут полностью отменены, что позволит Тегерану аккумулировать огромные мощности по обогащению урана, которые он сможет использовать для производства множества ядерных бомб в течение всего нескольких месяцев. Эта сделка также позволит значительно укрепить экономику Ирана. Так что, по сути, документ дает Тегерану огромные средства на то, чтобы он продвигал агрессию и терроризм на Ближнем Востоке. Израиль никогда не примет соглашение, которое позволит стране, давшей клятву уничтожить нас, разработать ядерное оружие. И точка. Так или иначе, уже сейчас ясно, и Барак Обама, и президент Ирана Хасан Рухани стали заложниками своего компромисса. Обоим лидерам предстоит у себя дома убеждать колеблющихся и сдерживать хардлайнеров. В Иране, к примеру, среди политических и религиозных деятелей немало тех, кто твердо выступает за то, чтобы пойти по пути к НДР и создать ядерное оружие, которое якобы гарантирует неприкосновенность. А в США есть голоса, оправдывающие ужесточение санкций и угрожающие военным ударам. Примечательная составляющая ядерного соглашения с Ираном состоит в том, что оно стало результатом совместных усилий Вашингтона, Брюсселя и Москвы, которые, несмотря на все свои ожесточенные разногласия по Украине, объединились, чтобы добиться мира на Ближнем Востоке. Но зачем Москве тратить немало денег и дипломатического капитала на вмешательство в регион, довольно далекий от ее границ? По мнению политологов, ответ прост. Москва старается оспорить нынешний статус-кво в мировом балансе сил, где пальма первенства принадлежит Западу. И на фоне великого торга США с Ираном, Кремль, безусловно, использовал все возможности предотвратить расширение тех санкций, которые действительно имеют значение для Владимира Путина. Санкции против России. Мы отметили полезное взаимодействие в формате шестерки международных посредников по Ирану. Мы убеждены, что полная нормализация взаимоотношений между Москвой и Брюсселем позволит столь же эффективно сотрудничать и на других направлениях международной политики, включая Ближний Восток и Северную Африку, ситуацию в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене и на других направлениях. Однако специалисты называют несколько парадоксальным стремлением Москвы освободить Тегеран от санкций. На практике подобный исход станет очень плохой новостью для российской экономики. Запасы природного газа Ирана огромные, и самым очевидным его рынком станет Европа через хорошо налаженную систему газопроводов Турции. Впрочем, действия России в последний год доказывают, что геополитика, значит, для Кремля гораздо больше, чем собственные экономические интересы. Владимир Унанянц, РТВА. Среди стран, которым не пришелся по душе, возможно, выход Ирана из международной изоляции – Турция. Анкара на фоне переговора в Лазанье резко критиковала Тегеран за его внешнюю политику. Президент Раджеп Той Пардуган, впрочем, не стал отклонять приглашение его иранского коллеги Хасана Рухани посетить Исламскую республику. Турецкий лидер с официальным визитом отправится в Тегеран 7 апреля. Там он проведет переговоры с Рухани, а также встретится с духовным лидером страны Аятулой Алихаманеи. Против планов Эрдогана посетить Тегеран выступили несколько депутатов иранского Меджлиса, пригрозившие сорвать этот визит. Установлена личность одного из четырех членов Аш-Шабаб, совершивших нападение на университет в Кении 2 апреля. Им оказался сын правительственного чиновника. А вот организатором теракта, по версии силовиков, был бывший учитель и директор местной школы Мохаммед Куну. За его поимку назначено вознаграждение в 55 тысяч долларов. Полиция страны также обещает 215 тысяч долларов за помощь в задержании главаря группировки Аш-Шабаб Мохаммеда Мухаммуда. Он считается вдохновителем теракта, в результате которого погибли около 150 человек. Жертвами боевиков стали в первую очередь студенты-христиане. Те, кто не мог процитировать Коран, боевики расстреливали или обезглавливали. В группировке Аш-Шабаб уже пригрозили устроить в Кении еще более кровавые теракты. Католики и протестанты отмечают сегодня главный христианский праздник – Воскресение Христова – Пасху. Богослужение, которое можно назвать центральным, прошло в Ватикане, где торжественную мессу возглавил Папа Римский Франциск. Во время традиционной пасхальной проповеди в соборе святого Петра понтифик немало внимания уделил вопросу гонений на христиан. Он осудил крупные международные организации за их молчание по поводу случаев массового убийства верующих в Африке и на Ближнем Востоке. Папа Римский также призвал католиков постичь тайны христианской веры, понять, почему Иисус Христос воскрес из мертвых через три дня после распятия. Для того, чтобы познать тайну Пасхи, тайну воскрешения Христа, необходимо выйти за пределы собственной зоны комфорта, откинуть лень и безразличие, которые удерживают нас, и отправиться на поиски истины, красоты и любви, искать более глубокий смысл, ответы на вопросы, которые бросают вызов нашей вере и самому нашему существованию. Праздник Пасхи сегодня отмечают и в Иерусалиме, где по преданию Иисус был распят и где Он воскрес. Тысячи местных христиан и паломников со всего мира посетили торжественную службу в храме Гроба Господня в Старом Городе. Эта церковь считается одним из самых святых мест для христианства. Праздничную службу возглавил патриарх Римской католической церкви Иерусалима Фуатуаль. Он провел месу на месте распятия, погребения и воскрешения Иисуса. Много верующих было сегодня и в Вифлееме на западном берегу реки Иордан, где, согласно Новому Завету, родился Христос. Думаю, это потрясающе видеть здесь всех этих людей, пришедших поклониться Христу и Его воскрешению, поклониться и поблагодарить Его за то, что Он сделал для нас. В отличие от католиков, православные христиане сегодня отмечают вербное воскресенье. Одним из символов этого дня на Святой Земле стали пальмовые ветви, которым, согласно Евангелию, жители Иерусалима встречали Иисуса около двух тысяч лет назад. Вербное воскресенье знаменует собой начало Страстной недели, в которую христиане вспоминают страдания, распятия и погребения Христа. По юлианскому календарю, которого придерживаются православные церкви, завершится она 12 апреля праздником Пасхи. Ну что же, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Всего вам самого доброго и оставайтесь на РТВА. Редактор субтитров А.Семкин